Воррен Баффет говорит, что вам нужно ставить на доллары США, а не на биткоин и криптовалюты. Только на доллары. Не дайте переиграть себе. Добрый день, добрый вечер и доброе утро, где бы вы ни были и когда бы вы это не смотрели. Меня зовут Довинчи Джерми, и у меня всё просто замечательно здесь, в Дубае. А если хотите узнать подробнее об этой фразе, обязательно посмотрите моё недавнее интервью с Криптокит. Он задал мне много интересных вопросов, так что обязательно загляните к нему на канал. И посмотрите наше совместное видео. А мы с вами сегодня поговорим, как можно хорошо открыть трейд. Поговорим о биткоине, эфириуме, а ещё обсудим, что произошло вчера во время обновления Шанхай. А ещё вышли обновлённые данные по CPI. И всем всё равно. Ладно, на цену это никак не повлияло, я просто хочу упомянуть немного об этом. Мы все знаем, что это ложь, и плохого всё равно не будет. Ладно, поговорим сегодня о графиках. Если вы захотите поторговать, обязательно воспользуйтесь моей ссылкой на bybit.davincij15.com. Находится она в описании. Давайте начнём с этого. Биткоин находится в одном году от крупного технического события. История свидетельствует о начале ещё одного буллрана. Это правда. Даже если доллар США ещё не обвалится, то в следующем году будет халвинг биткоина. Это произойдёт около апреля или мая 2024-го. Это нельзя точно предсказать, потому что майнинг – это не точная вещь. Есть какие-то средние значения, поэтому мы можем высчитать вероятность. Например, чтобы замайнить блок, нужно около 10 минут. Примерно. Но так получается не всегда. Это среднее значение. В среднем блок производится каждые 10 минут. Но это опять же не точно. Майнеры постоянно присоединяются, поэтому система часто перенастраивается. Биткоины могут майниться слишком быстро, и системе приходится перестраиваться, чтобы оставаться в этих 10 минутах. По сути, можно замайнить и быстрее получается. Каждая фаза перенастройки происходит каждые две недели. Так что в течение каких-то двух недель биткоин можно майнить быстрее. Но потом система перенастроится, чтобы следующие две недели майнинг был медленнее. Но люди могут включать все больше оборудования для майнинга. Скорость увеличивается, и системе приходится перенастраиваться заново. Конечно, когда оборудование отключается, и люди перестают майнить, перенастройка идет в обратную сторону. В этом случае все может затянуться больше, чем на две недели. Системе потребуется больше двух недель для того, чтобы вывести майнинг в нужное русло. Такая вот система, и она так работает. Именно поэтому мы не можем назвать точную дату халвинга биткоина. Окей, а что вообще такое халвинг? Все-таки не все люди до конца понимают, что это значит. Все очень просто. За майнинг биткоина начисляется награда. Когда биткоин только появлялся, награда составляла 50 биткоинов за блок. Это значит, что за майнинг каждого блока люди получали по 50 биткоинов. Причина, по которой давали так много биткоинов, заключается в том, что у него не было ценности. Люди, которые раньше поняли ценность биткоина, смогли получить его больше. И теперь они могут просто поддерживать сеть. С течением времени каждые 4 года награда делится пополам. Сначала награда была 50. Затем она опустилась до 25. Затем до 12,5. Сейчас мы на уровне в 6.25. Скоро цена опустится до 3-х одного биткоина за блок после грядущего халвинга. Если быть точным, цена будет 3.12. Получается, цена дефляционная. Дефляция значит, что осталось немного новых монет. И, соответственно, цена повысится. Так оно работает. Это происходит в течение 6-18 месяцев всякий раз, когда случается важное финансовое событие. Инфляция, которая увеличивает денежную массу, или дефляция, которая уменьшает ее. Ладно, давайте дальше. Читаем следующую статью. Будьте внимательны к небольшим криптодепозитам, сделанным без вашего ведома. Вас могли взломать. Когда я прочитал заголовок, подумал, что они имеют в виду перевод на кошелек эфириума, который при перечислении может украсть все ваши деньги. Но нет. В статье говорится о том, как люди отслеживают счета. Когда я прочитал, подумал, чего? Это тупо. Зачем им отправлять вам криптовалюты, чтобы отследить ваш счет? Я могу написать программу, которая отследит ваш счет, покажет, что вы делаете и когда вы это делаете, а затем придумать какой-нибудь скам и украсть ваши деньги. И вот это они объясняют в этой статье. Не особо хочу вдаваться в объяснение. Я не согласен со статьей. Нет никакого смысла в том, чтобы закидывать всякий мусор вам на счет, чтобы отследить его. Это просто тупо. Можно отправить вам криптовалюты, которые будут закреплены за приложением, которое может украсть все ваши деньги. Также вас могут убедить продать ваши активы на их собственной децентрализованной платформе. Помните, что все это скам. Они просто отнимут все ваши деньги. Именно так и происходит атака. А вот мусор всякий, который приходит вам на кошелек, вообще никак делу не поможет. Отслеживать счет, и деньги на нем вообще бессмысленны. Люди, например, могут менять счета. Эта статья просто ни о чем, я ее прочел. Зачем кидать вам копейки, чтобы узнать о том, какие у вас есть деньги? Это можно сделать автоматически, получив адрес. Вы можете спокойно проверить всю информацию. Она находится в открытом доступе. Зачем тогда закидывать мелочь всякую? Как разработчику, мне кажется, что это просто бессмысленно. Просто хотел поделиться с вами этим. Идем дальше. Время нашего любимого человека, который говорит, что не надо покупать биткоин. Я всю жизнь видел, как люди совершают глупости. Воррен Баффет больше настаивает на свои давние взгляды на биткоин и крипто. Итак, его спросили, что он думает о криптовалютах, когда они уже пропадут и так далее. Он ответил, когда я был ребенком, мне не нравились письма счастья. Я думал, с какой стати я должен посылать письма счастья. Сказал Баффет. Я всю свою жизнь видел, как люди совершают глупости. И мне грустно из-за этого. Людям нравится играть в лотерею. Людям нравится идея о том, что завтра они заработают больше денег. Боже мой. Окей. Если вы покупаете биткоины и копите деньги в нем или в эфириуме, то он прав. Вы действительно играете на том, что биткоин вырастет в цене. Если вы держите доллары США, вы ставите на то, что доллар США вырастет в цене. Оу. Что это? Что я слышу? Говорите, что инфляция вас уничтожит? А-а-а. Получается, плохо вложились. Ясно, ясно. Вы точно уверены, что так произойдет? Федеральная резервная система может перестать печатать и начать повышать процентные ставки, которые у них когда-то были. Это означает, что они истощат всю ликвидность, и ценность ваших долларов подрастет. Ура! Это значит, что банки немного разорятся. Правительство даст им разориться, потому что деньги очень важны их людям, их гражданам. Без них страны не будет. Именно так все должно работать. Именно так и работает наша финансовая система. Махинаций никаких нет. Эх, да. Думаю, вы все и сами поняли. Инвестировать или копить деньги в долларах США или любой другой национальной валюте – плохая идея и инвестиция. Именно поэтому мы ищем другие вещи для инвестирования. Ворон считает биткоин и криптовалюты просто игрой. На самом деле, вся наша жизнь – игра. Это правда. Абсолютно все, что вы делаете – это азартная игра. Если вы выберете работу А вместо работы Б, вы ставите на то, что работа А будет лучше и принесет вам больше денег, а вы будете еще счастливее. Это тоже азартная игра. Вы стараетесь найти лучшую информацию и делаете выбор. И я тоже стараюсь дать вам лучшую информацию. И она заключается в следующем. Биткоин никуда не пропадет. Криптовалюты никуда не денутся. Они станут платежной системой просто потому, что они работают на математическом алгоритме, который никто не может взломать. Так что они – самый удачный кандидат на роль настоящих денег. Окей, идем дальше. Криптомиллионеры. Могут ли новые инвесторы по-прежнему разбогатеть? Да. Если кратко, то да, вы можете. Вы можете сделать это самыми разными способами. Можете торговать, можете купить активы и держать их. Исследуйте различные стороны криптовалют и активно участвуйте в определенной области. В этой сфере постоянно открывается много новых возможностей. Вы можете спокойно работать в криптосфере, получать огромную прибыль и стать миллионером. Это не шутки. Почему бы не воспользоваться этим всем и не применять свои способности? Найдите свою нишу. Пускай это даже будет просто стратегия купить и держать. Также вы можете торговать или заниматься NFT. А может вы разработчик и хотите создать что-то. Может вам нравится что-то еще, и вы можете этим заняться. Вариентов очень много. Очень много. А если не хотите создавать, вы всегда можете помочь приложениям и разработчикам. Так вы поможете им, и возможно получите бонусные монеты. В общем, возможности безграничны. Напоминаю, если хотите торговать, воспользуйтесь ссылкой baby.davincij15.com. Там вы сможете получить торговый бонус. А еще есть ссылка на okx.davincij15.com. Все ссылки внизу в описании. Окей, давайте глянем на графики, посмотрим, что у нас тут делает биткоин. Господи, ничего нет. Да, мы тут никак не можем решиться. Все еще не решили, в каком направлении направится биткоин. Что ж, он определенно находится в позитивном состоянии. Мы все еще находимся выше 13 EMA. Я думал, что если мы через это пробьемся, тогда улетим на ретест 29 тысяч. Отскочим от этого уровня, скорее всего. Потому что биткоин все еще в бычьей ситуации. Но биткоин все еще остается выше. И пусть так и будет, это замечательно. Но нужно будет искать каких-нибудь W перед тем, как покупать. Биткоин прямо сейчас. Тут у нас есть небольшая W. Но, в общем-то, это W до цели уже дошло. Возможно, стоит избегать этого. Если уже забрали какую-то прибыль, можете переставить стопы на безубыточность. Если смогли захватить этот W-паттерн на часовом графике. Думаю, четче его видно даже на 15-минутном графике. Вот, посмотрите, прекрасная W. Для тех, кто новичок на канале, смотрит на это и думает, «А как же вообще здесь торговать?» Что с этим делать? Ну что ж, здесь все максимально просто. Выбираете длину этой W и ведете ее на самую вершину. И вот она, наша цель. Вот здесь. Иногда я перемещаю цель уже до тел свечей. Таким образом, можно высчитать более точную цель. Вот таким вот образом. Делайте так, если хотите 100% добраться до цели. Если хотели сторговать на этом, нужно было заходить на прорыве. Прорыв у нас либо на теле свечи, либо на фитиле. И затем держите до самого верха. Главное, не быть жадным и просто забирать свою прибыль. Можете забрать половину и посмотреть, будет ли цена расти выше. Все зависит от вас. Ну что ж, в целом, биткоин сейчас снова на консолидации. Так что да, нужно принять то, что он здесь останется на какое-то время. И да, торговать нужно примерно вот так. А торговать можно на baby.davincij15.com Ссылка внизу в описании. Окей, давайте глянем на эфириум. Окей, что ж, эфириум, кажется, теряет все. Мы вернулись назад наверх, и как раз-таки нужно было здесь забирать прибыль. Сейчас мы еще не пробились выше этого максимума, для того, чтобы точно сказать, что эфириум пробьется выше. Так что, возможно, сейчас это просто превратится в тройную вершину. Это то, чего можно ждать сейчас. Тройной вершины. Но если он пробьется выше 1942, тогда эфириум пойдет гораздо выше. Уже до цели, которая обозначена у меня вот там наверху. Это не будет просто. Определенно не будет простая поездка. Сначала нужно пробиться через 2000. Круглое число, на котором люди будут забирать свою прибыль. Так что следите и за этим тоже. Никогда не цельтесь в круглые жирные числа. Это плохая идея. Причем по нескольким разным причинам. Сейчас эфириум может перекатиться, если все это перейдет вам. Как видите, нижняя часть у нас находится на уровне в 1850 долларов. Это будет точка прорыва. Если пройдем через нее, тогда улетим еще выше. За этим также нужно следить. Что ж, на доминации мы не пробились через 49%. Так что альтезон определенно появится летом. И в общем-то, нормального альтезону у нас в этом году еще не было. У нас был небольшой альтезон где-то в январе-феврале. Но после этого мы начали бороться с биткоином. Это альтезон против биткоина, не долларов, потому что с долларами все по-другому. Возможно, альткоины, конечно, еще перегонят биткоин, но только в долларах, а не в биткоине. В смысле, если вы держите биткоин, а не альткоины, значит вы сделаете больше денег. По сути, это то, о чем говорит этот график. Держите ваш биткоин, потому что вы сделаете больше денег, чем большинство альткоинов. Опять же, я не говорю про каждый альт. Будут некоторые, которые будут себя хорошо показывать. Но шансы на то, что вы будете именно его держать, очень небольшие. В этом вся суть. Так что, таким образом... Ух ты, посмотрите-ка на DXY. Это нехорошо. Короче, тут у нас курица из Дикси. Называю ее так, потому что тикер индекса доллара. Это Дикси, DXY. Ну что ж, неважно. Посмотрите. Доллар сильно провалился. Это брутально. Так что, возможно, мы увидим серьезное движение. Помните, как мы говорили с вами? Про то, что коллапс доллара возможен уже в этом году. Что ж, да, если это продолжится, мы увидим огромное падение. И все это из-за того, что правительство, возможно, сделает что-то совсем тупое. Окей, что ж, спасибо всем за просмотр. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее шоу. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Увидимся скоро. Увидимся, день. Пока. Продолжение следует...